Проходя или проезжая мимо Кафедрального собора Рождества Христова, невольно поворачиваешь голову в его сторону. Так высоко он взметнулся в небо своими золотыми куполами. Но все же стоит прийти и увидеть эту духовную жемчужину изнутри. Под гулкими сводами резной двухъярусный иконостас, полукруглый амвон, клирос, кроткие и в то же время величественные лики икон, мощи святых и дорога к храму длиной почти в четверть века. Я бы хотел в первую очередь поздравить всех нас с очень знаменательным, большим событием. С событием, которому жители города Солигорска, Солигорского района шли 23 года к этому событию. И поздравить всех нас с тем, что мы действительно осветили Кафедральный собор Рождества Христова. Это не только доминанта архитектурная, это не просто величественный храм, это духовный центр, центр нашего города, где теперь каждый действительно сможет прийти и помолиться, и получить тишение и благословение Божие, помоляясь и придя в этот святой храм. Поэтому я сердечно еще раз всех приветствую, жителей города, всех тех, кто своим трудом, делом, молитвой, своей лептвой внес свое дело в строительство и завершение строительства комплекса Кафедрального собора. Низкий всем вам поклон, дорогие братья и сестры. Конечно, мы всех ждем для того, чтобы не просто знать, что у нас такой храм есть, а приобщиться к этой красоте, к этому приличию и быть сопричастным к той благодати Божией, которая в этом храме после его освящения пребывает. Сегодня уже в трех храмах комплекса прихожане возносят к Богу свои молитвы. В Крестильной Церкви Рождества Пресвятой Богородицы, в Нижнем Храме Рождества Иоанна Претечи и в Новоосвященном Христорождественском, где совсем скоро Божественной Литургии, торжественным молебном, крестным ходом и колокольным звоном верующие встретят второй по значимости церковный и первый престольный праздник – Рождество Христово. Его принято встречать с чистой душой и мыслями, поэтому верующие к нему готовятся. 40 дней ограничивают себя в еде, молятся, исповедуются и творят добрые дела. А дому окрашают елки и, конечно, готовят подарки детям, близким и друзьям. Мы сейчас готовимся к первому престольному празднику, поскольку Кафедральный Собор освящен в честь Рождества Господа и Бога Спаса нашего Иисуса Христа. Поэтому 7 января 2018 года мы всех также сердечно приглашаем и ждем на первый престольный праздник нашего Кафедрального Собора. Приходите, будем прославлять рожденного Богом Младенца Христа. Освящение комплекса Кафедрального Собора позволило начать воплощать в жизнь мечты и идеи духовенства, по более активной и масштабной работе с детьми и молодежью. Так, постичь азы Библии и приобщиться к миру духовного дети смогут в воскресной школе, где уже 250 воспитанников. А молодые люди смогут объединяться в братство и сестричество и участвовать как в жизни храма, так и района. Сегодня активно у нас трудится сестричество, которое занимается уходом за больными, одинокими людьми, которое активно проявляет себя в нашей районной больнице, помогает людям обрести веру, обрести Бога. И, конечно, дополнительные наши возможности с освящением, они дают о себе знать. Мы более активно участвуем в социальных проектах, более активно участвуем в молодежных проектах. И, конечно, ведем образовательную категизаторскую деятельность с нашими детьми, с нашим будущим поколением. Поэтому мы всех тоже приглашаем, и школы наши, и садики, для того, чтобы не просто прийти в наш новоосвященный Кафедральный Собор, для того, чтобы здесь провести и экскурсию, и провести тематическую беседу уже наглядным образом, скажем, видя то, что есть, и говоря о духовных ценностях и духовном направлении в нашей жизни.